здравствуйте мои хорошие садоводы и плодоводы огородники малиноводы сегодняшняя тема малина и все кто на ютюбе нас смотрит и подписался туда вы увидите вы увидите как просто и как надежно ухаживать за малиной и получить вот такой вот шикарный урожай такой чистой красивой малины вспомните все сюжеты которые мы с вами уже смотрели и я надеюсь что много пользы будет от этого ну и мы начинаем тему малины она тоже злободневно потому что в этом году урожай малины превосходит все ожидания особенно у тех садоводов которые позанимались немножко осенью с ней и немножко весной что значит немножко осенью посмотрите это просто невероятное количество ягод вот ну просто собрать ее невозможно ни за один раз не за 2 не за 5 не не даже наверное за 10 куда руку не сунешь везде тебе на ладошку падает ягода малины значит весной давайте начнем с осени значит в августе месяце а сейчас август пришел вот-вот он уже прямо на пятки наступает пожалуйста 1-5 15-20 то есть у вас пять дней есть в начале месяца и 5 дней перед двадцатым числом августа вы должны подкормить ее двумя удобрениями это сульфат калия это столовая ложка на 10 литров и суперфосфат через вытяжку либо горячую либо холодную горячая 24 часа на 10 литров 10 столовых ложек а если холодная то 72 часа трое суток тогда на литр настоя суперфосфата добавляем 9 литров воды и проливаем все растения которые останутся в зиму малина земляника в первую очередь это обязательно смородина ну все что останется это необходимо растениям они тогда хорошо перезимуют и корневая система будет хорошая и защита в сульфате калия есть сера и калий сам защитник хороший очень и плодовых почек заложится очень много значит дальше пришла весна мочевина разбросали полили если есть вода как только вода появилась поливаем очень интенсивно не обрезаем ничего кроме того что мы осенью сейчас в сентябре там начали вырежем все от плодоносившие ветки слышите меня от плодоносившие ветки в сентябре должны быть убраны и обязательно через измельчители пропущены и внесены в землю значит а вот уже весной а ну и простите и осенью уже тоже в сентябре обработайте пожалуйста малину хотя бы бордоской жидкостью она очень поздно сбрасывает листья и у вас все малиновые посадки должны быть голубыми потому что медный купорос со звездкой дает как раз голубой цвет и вы будете понимать что ваша малина здорово опрыскиваем все сверху донизу и под ней хотите получить такой результат тогда слушайте пожалуйста мои добрые советы а вот когда придет весна тогда мочевину раскидали вот я все вам говорю как я сделала раскидали мочевину появилась вода полили появился дачный коктейль полили опять полили водой и вот она покрылась листьями и только тогда мы берем секаторы я это показывала и обрезаем вот место обрезки здесь видно видите вот обрезана малина когда она покрылась листьями листья не очень большие зато сколько плодовых веток она выбросила вместо вот на стволе маленьких таких ягодок полусухих это вот вот даже не могу поднять все что здесь есть вот клянусь вам настолько тяжелые гроздья малиновых веток вы себе не представляете чему я несказанно рада потому что ну малина такая ягода ее можно есть бесконечно варить бесконечно морозить бесконечно на прекрасные заморозки и все это вот окупится вот такими чудесными ягодами посмотрите эту корзинку вешаешь на пояс на ремне идешь собираешь собираешь и плачешь горючими слезами потому что не собирать нельзя дожди идут очень сильные жалко что собьет но там уже столько ягод на полу что когда я собираю конечно чистые ягоды я подбираю потому что мне просто ну честно сказать ну я лучше ее съем она очень ароматная и очень сладкая здесь в основном сорт это шапка мономаха она капризна конечно но если за ней ухаживать она был молодец главное чтобы крысы корни не съели как она делала эта крыса поганая два года она меня лишала урожая но зато сейчас это все замечательно значит ваша задача сейчас через день собирать урожай малины и обязательно вот у меня дожди идут а если у вас дождей нет поливайте ее столько сколько вам воды не жалко и помните что естественное питание кроме химических вот этих удобрений что я назвала и этого настоя они существуют это гнилые древесные ветки порубите и вносите в области корневой системы я надеюсь что вы все слышите и я надеюсь вам захочется иметь точно такую же малину почему она такая чистая и красивая да потому что она припоздала с урожаем на две недели но зато и вредитель который ее посещает и объедает краешки вот этих ягодок его тоже нет он уже своих там деток сделал и улетел а мы получаем чистую красивую малину всем говорю до свидания потому что мы с вами видимся каждый день и надеюсь что мы вернемся еще и к малине и к осенней обработки а всем кто подпишется на ютюбе на мой канал голова садовая желаю счастья и удачи всей россии я вас всех очень люблю